Коллеги, добрый вечер. Да, мне приятно с вами общаться в конце недели, в пятницу вечером. Я построил свою презентацию, вот мы начнем с нее, а потом будет тогда дискуссионная часть. Конечно, за час я не смогу рассказать весь курс по информации, по обработке качественных данных, который у меня был в свое время. То есть тот рассказ, который я сейчас расскажу, он основан на курсе по качественным данным, который я в своей магистрской программе изучал. Это был очень хороший курс в университете Лунда. И я хотел бы сделать сейчас акцент именно на инструментальную часть обработки данных качественных. Если останется время, я немножко расскажу о своем исследовании. Наверное, все-таки в такой последовательности, чтобы было больше пользы. А если какие-то возникнут практические вопросы, то либо мы постараемся в конце на них ответить, либо уже в каком-то индивидуальном общении после. То есть за один час, конечно, научить невозможно, но рассказать и обсудить концепцию можно. То есть, в принципе, что такое качественные исследования, чем они отличаются от количественных. Но я думаю, что сейчас на таком, собственно говоря, коммунитарные люди, социальные исследования сегодня, так или иначе, все слышали о таких словах качественные и количественные исследования. В качественных исследованиях мы не пытаемся достичь репрезентации, мы не гонимся за количественным представлением наших участников. Я на русский это перевел как поисково-описательный подход к исследованию, когда мы корректируем наш исследовательский вопрос, и, соответственно, мы корректируем дизайн самого исследования. А качественные исследования, они в социальной сфере сейчас получили очень большое распространение, в первую очередь для изучения сообществ, уязвимых групп, стратегии реагирования, барьеров доступа к услугам. То есть это и как в гуманитарной, этнографической сфере, так и в сфере, например, многочисленных проектов общественных организаций, там, где качественные исследования, самоценные, не как подготовка количественных, то, что, например, в маркетинговых исследованиях часто используется, а где качественные исследования интересны сами по себе, и где они никоим образом не замещают количественные. Сбор данных в качественных исследованиях происходит в естественной среде. Человек сам является инструментом исследования, поэтому очень важно, как ты себя соотносишься с группой исследуемых людей по полу, по возрасту, по этнической принадлежности. Эти вопросы, они все очень важны. То есть кто я, как исследователь? Это не значит, что ты должен непременно мимикрировать и принадлежать к исследуемой группе, нет. Но очень важно рефлексировать эти вопросы. И вот очень важный момент, на котором я сейчас остановлюсь подробнее, это мы не берем готовую теорию и не проверяем ее на практике. Хотя в отдельных случаях это возможно, но чаще всего мы максимально открыты, мы чистый лист, и мы индуктивно подходим к нашему анализу. То есть мы строим теорию по ходу сбора данных, ее корректируем. Наверное, вот это главная характеристика качественного исследования. Если посмотрите на эту схемку, у нас есть по оси Х конкретика и абстракция. Абстракция – это уровень общения и теоретизирования. И по оси, вернее, по оси У, по оси Х у нас идет описание, то есть феномены определенные, которые мы наблюдаем. И справа у нас объяснение этих феноменов. Соответственно, вот эта стрелочка снизу, слева, вправо, наверх – это наш умственный процесс, который участвует в наших исследованиях качественных. И герминофитическая лестница или интерпретационная лестница выглядит примерно таким образом, что сначала мы собираем данные, я здесь написал личное интервью, хотя здесь и фокус-группы есть, и этнографические наблюдения. Потом мы пытаемся описать феномен, проинтерпретировать, и потом мы уже формируем работу для читателя. Это и в качественных исследованиях, и в количественных исследованиях. Это некий общий подход к производству знаний. Качественное исследование лет 60 назад вообще никто не знал, что это такое. И вот поисковые запросы, с ключевым словом «качественное исследование», они, вот если брать научные работы 70-х годов и начала нашего века, то, видите, стремительно растут. Но вот это кривые, вот эти базы данные различные. Это метод медицинской работы, по психологии работы. То есть в социальных исследованиях они растут стремительно, этот метод используется. Что такое индукция? Когда мы не строим заранее теорию, то есть мы не имеем априорной теории, она зарождается на основе данных. Знания появляются по мере сбора и анализа данных, по этапно формирующейся дизайн. Мы можем иметь некую гипотезу, это не запрещено, но мы ее можем проверить, мы можем ее потом исключить или переформулировать полностью. И вот обратите внимание, я начну с правой части слайда, вот позитивистский подход. Мы обнаружили проблему, сформулировали гипотезу, собрали данные, проанализировали, написали статью. В качественном исследовании это многократно повторяющийся цикл. То есть пока мы собираем данные, мы обнаруживаем проблему, собираем данные, анализируем, потом снова новые проблемы формулируем, снова собираем данные вот таких циклов, может быть, несколько. Пока не произойдет насыщение информации, об этом чуть позже, и мы не поймем, что мы это поле изучили, или в значительной мере изучили, и мы пишем статью. Вот это очень важный слайд. Достигаем мы насыщения данных, на самом деле есть формальные критерии проверки, но главный интуитивный подход, когда мы, собственно, собрали данные, когда уже информация начинает циркулировать по ходу. Мы берем интервью, например, мы проводим интервью с российскими священниками, о том, как они выстраивают границы между личной и профессиональной жизнью. Например, я сейчас по ходу придумал тему, и мы провели 20 интервью, и на 21-й ничего нового не узнали, на 22-й уже информация начинает ходить по ходу, темы те же. Вот мы собрали уже поле, по сути. Но гарантии в качественных, один из минусов в качественном исследовании, то, что, конечно же, поскольку оно не претендует на репрезентативность, мы можем упустить. Поэтому здесь очень важна также, помимо своего представления о насыщенности информации, сатурация, то, что называется в исследованиях, здесь важна валидация твоего исследования с экспертами, с коллегами. То есть очень важно обсудить результаты исследования с другими специалистами, исследователями в твоей области. Изучить, что опубликовано в литературе, и это как раз поможет выявить те дополнительные серые зоны, которые ты, может быть, еще не покрыл. То есть сначала мы изучаем литературу, потом мы формируем гайд для интервью или для фокус-группы, корректируем его по ходу, собираем информацию. И потом, после того, как мы уже обработали данные, мы обсуждаем это с коллегами, то есть мы верифицируем это, потому что вполне возможно, что мы еще не все темы затронули. Человек – это исследовательский инструмент в качестве исследования. Высокие этические требования. Здесь, в первую очередь, честность и конфиденциальность в хранении данных. Запись интервью только с разрешения собеседника. Это отдельная лекция у вас, я думаю, будет по этике исследования. Но я просто хочу сказать, что в качественных исследованиях, может быть, я немножко капитан очевидно сейчас, говоря об этом, но об этом очень важно думать, и могут быть неожиданные моменты. И, в первую очередь, осознание себя. Насколько этично мужчину исследователю в какие-то закрытые женские сообщества пытаться проникнуть. Или наоборот, может быть. То есть очень важно, как ты соотносишься с группой испытуемых. Подготовленность, да, она пересекается с этим требованием, безусловно. Насколько твой собственный опыт, его нужно нивелировать и пытаться от него абстрагироваться, или он сам помогает тебе в проникновении, в понимании. То есть, на самом деле, иногда на свежий взгляд, то есть человек из другой культуры, из другой среды, он таким невзамыдненным взглядом может какие-то темы считать гораздо лучше, чем человек, который из этой же среды, и у него, условно говоря, замыленный взгляд. Поэтому здесь какого-то такого четкого ответа нет, что правильно. И каждый из этих тезисов, да, он заслуживает отдельной лекции. Это я немножко пробегаюсь по верхам, ну, поскольку это важно. Значит, какие существуют, в принципе, подходы к анализу качественных данных? Собственно говоря, сбор и анализ данных, как я вам показал, да, циклически взаимосвязаны. Это единый процесс. То есть, мы методологически, да, мы, ставя вопрос, мы сразу думаем о том, как мы будем собирать данные, да, и как мы их будем анализировать. Это взаимосвязанные процессы. Я расскажу сегодня об обоснованной теории, по-английски это называется grounded theory, восхождение к теории, то есть от наблюдаемых фактов к теории. Два американских социолога ее в 60-е годы избрали. Есть контент-анализ, да, это распространенный подход, такой очень инструментальный к анализу качественных данных. Вот, и я не успею рассказать, но скажу, что они существуют еще. Нарративные подходы, да, есть отдельные этнографические подходы, да, и кейс-стази, то есть примеры из практики, как жанр. Вот, есть еще это, вот как бы я только основные указал. Значит, вопрос исследовательства. Медицинский вопрос определяет вашу методологию по-своему. То есть в зависимости от того, как и что вы хотите узнать, да, вас может направлять в ту или иную методологию. То есть, например, вы хотите узнать, как курильщики, которые бросают курить, да, как они объясняют свое бросание, какие у них мотивации и стратегии бросания, вот. Вот, или, например, какие стратегии обращения за медицинской помощью среди иммигрантов, вот. Это то, что я, например, исследовала. Здесь подходит обоснованная теория, я расскажу про нее. Как равные наставники, да, вот, или консультанты, как они описывают свою роль. Вот здесь, поскольку, да, есть некая собственная интерпретация, здесь очень подойдет контент-анализ. Я покажу сейчас на примерах. Как вы охарактеризуете основные черты представителей самского населения Норвегии, да, это чисто этнографическое исследование. Или, например, описание инфраструктуры, мигрантской инфраструктуры города Москвы, да, это тоже этнография. Да, вот, например, вот типичный пример из практики. Мы берем какое-то время, да, определенное, да, и у нас есть некий сюжет, который развивается. Вот в городе Ухани начался коронавирус, да, его очень быстро сдержали, эпидемию, и потом на протяжении всего времени, да, у них стоит задача, как ее сдерживать дальше, чтобы она не вернулась. Вот, это некая история, которая имеет свое начало, развитие, кульминацию. Вот это вот описывается примером из практики. И есть нарративный подход, который описывает, да, вот ты хочешь сравнить несколько типичных историй, например, молодых девушек, вовлеченных в коммерческий секс. Вот, и мы хотим, да, вот описать это с помощью нарративного подхода есть практики. Да, я, ну вот, пусть у вас останутся эти ключевые слова, чтобы вы потом смогли, если при необходимости, знать, что это есть, можно будет изучить отдельно. Вот, а в целом, хотя методы разные, у них есть ядро, которое состоит из таких этапов, да. Вот мы получили данные, то есть это интервью, мы его расшифровали, мы читаем и внимательно перечитываем интервью, мы его кодируем, мы выявляем темы, вот, это, которые рождаются снизу из кодов, и мы формируем, разрабатываем объяснительную модель или то, что называется теория. Вот, по сути, вот эти, вот это такая красная нить, которая проходит, да, через все ранее названные вот подходы, вот здесь, то, что их объединяет. Я расскажу про два из них. Контент-анализ. Вот, это, в принципе, понятие, которое пришло из количественных исследований в лингвистике, да, оно используется, вот, я по первому образованию лингвист, и, собственно говоря, очень удивился в свое время, что в качественных исследованиях тоже его используют. Вот, да, предположим, сколько, да, количественно, сколько раз слово «близ» используется в журналистском британской газете Второй мировой войны. Вот, из этого можно, вот это типичный контент-анализ. Поэтому, да, вот анализ СМИ, анализ гипертекстов, да, это контент, количественный контент-анализ, и в социальных науках, особенно в общественном здравоохранении, да, он используется вот таким образом, как я сейчас покажу. Вот, значит, но сначала два типа контент-анализа, да, есть очевидные смыслы, вот, прямые значения, да, например, физические переживания при жизни с хроническим заболеванием, да, вот мы, нам нужно их перечислить, и вот это вот действительно такой поверхностный контент-анализ. Вот, а при этом размышления о жизни при неизлечимом хроническом заболевании человека, да, вот, это будет латентный контент-анализ, вот, из того же самого интервью. То есть одни и те же слова, да, нам позволят сделать два контент-анализа. Вот, я покажу пример, манифест контент-анализа, да, декларируемый, то есть внешний контент-анализ. Вот, и это, да, сейчас, секундочку. Значит, в контент-анализе есть единица анализа, это, как правило, небольшой текст интервью, одна из нескольких фраз. Есть сокращенный текст, мы ее сжимаем для удобства. Вот, потом мы формируем коды, это сжатые смысловые единицы, вот, которые уже образуют подтемы и темы, это уже уровнем вообще не интерпретации. То есть у нас, сначала мы выделяем текст блоками небольшими, сжимаем его, вот, на уровне кодов начинается интерпретация. Под темой и темой это уже анализ. Вот. Значит, ну вот, маленький пример. Единица анализа. В голове какое-то странное ощущение, какая-то пустота, это речь человека. Вот, мы сжимаем для удобства странное ощущение пустоты в голове, да, для анализа. И вот мы делаем смысл чувства пустоты. Пытаясь обобщить ДАПИ, вот, у нас, например, чувство пустоты в тексте появляется несколько раз в виде, ну вот, различных кодов. Вот. И они формируют под тему опустошенное состояние. Вот. И, допустим, опустошенное состояние, да, и несколько еще там симптомов, да, или эмоциональных состояний, да, они потом тему формируют. Например, депрессивное состояние. Вот это уже наш анализ. Вот. То есть мы поднимаемся таким образом от единицы анализа к под темам. Вот. Под темы потом формируют темы. Вот этот процесс часто уже можно делать на этапе обсуждения с коллегами верификации данных, да, при качественных исследованиях, да, чем чаще ты будешь вот на уровне циклов, да, вот задавания вопросов, проведения поля анализа, чем чаще ты советуешься с коллегами, с однокурсниками, со своими собеседниками во время исследований, да, то есть здесь участие в интерпретации возможно также со стороны испытуемых. Здесь в этом, в качественном исследовании это не является табу. То есть это возможно делать, да, то есть ты можешь потом, например, позвонить своему собеседнику, особенно если это экспертное интервью, да, и обсудить с ним свои результаты. Вот, здесь как бы ты не теряешь лицо, выступая таким образом. Вот, здесь как бы максимальная горизонтальность, открытость этого процесса, она помогает. Вот, и с формированием тем лучше не спешить, то есть как бы, да, лучше остановиться на этапе кодов и под тем, а тем и делать позже. Вот, ну и вот я говорил, да, что сжатие, извините, я исправлю, сжатие это не интерпретация, она лишь делает фразу короче и проще для анализа. Вот, потом уже интерпретируем. Вот, вот так вот выглядит структура нашего анализа, да. То есть вот у нас есть основная тема, дальше темы, под темы, вот, и дальше уже идут коды. Вот, но основная тема выявляется позже. Либо у нас есть в отдельных случаях, у нас может быть уже заранее, как бы там крутится в голове основная тема, но мы постоянно проверяем, проверяем, меняем. Вот, значит, вот это контент-анализ. Я сейчас расскажу тогда про обоснованную теорию, да, или восхождение к теории, grounded theory. Это другой немножко подход. Вот, Анселем Страус, да, и Барни Глейзер в социологии американские, они проводили исследования хронически больных пациентов, да, смертельно-больных больницах. И они хотели предложить методологию, потому что существовала проблема между теорией, да, и эмпирическими исследованиями. Вот, то, что, собственно говоря, качественная методология, да, вот нам дает. Вот, и когда мало что известно о предмете исследований, мы не знаем, сколько, да, у нас в России недокументированных мигрантов. ФМС дает одну цифру, да, ФСБ совсем другую цифру дает. Мы не знаем, сколько их, мы не знаем, какой полувозрастной состав у недокументированных мигрантов. Мы не знаем, даже географию расселения, строго говоря, мы не знаем, да, поскольку это серая зона. Вот, и здесь, поэтому я использую качественные, не потому что я не владею количественными методами, да, вот, многие думают, что качественные методы проще, это совсем не так. Количественные, на самом деле, проще. Вот, там можно по формуле делать. Ну, они, на самом деле, оба простые, если ими владеешь, и сложные одновременно. Но вот у меня поле, да, продиктовало выбор исследовательского инструмента. Вот. Значит, какие существуют... Сейчас, одну секундочку, небольшое подвисание. Значит, какие существуют ключевые задачи у нас при качественном исследовании, да, когда мы используем Grounded Theory. Вернее, этапы. Так, мы собираем данные, расшифровку делаем, определяем здесь, это немножко по-другому называется категории, вот, и потом формируется основная тема, то есть примерно то же, что в контент-анализе, но немножко по-другому. Сейчас я покажу, как это инструментально делается. Так. Значит, здесь мы тоже ходим по кругу, да, и постепенно фокус поиска сужается. Мы объединяем коды в категории и оформляем тему. Вот. У нас оформляется история. Значит, мы читаем наши расшифровки. Вот. И мы здесь не так подробно делаем, как в контент-анализе, то есть мы читаем целый текст и прочитываем его несколько раз для того, чтобы понять общую картину. После этого читаем построчные расшифровки и выписываем на полях коды. Вот. Это, ну, такие емкие слова, которые часто встречаются, да, или порой прямая речь респондентов. Вот. То есть это удобно делать прямо на полях, на бумаге или прямо в борде. Вот. Значит, вот здесь вот пример. Это не мое интервью, но мне показалось этот, ну, текст интересным для анализа. Вот. Я его сейчас прочитаю сначала. Это интервью со знаменитостью, с знаменитым человеком. Я хотел иметь дом, где я мог бы воссоздать все, что у меня, все, чего у меня никогда не было в детстве. Вот. Итак, вот вы видите аттракционы, вы видите животных. У меня никогда не было возможности делать, как я хочу. Я все время переезжал. Я постарался скомпенсировать то, чего у меня не было в детстве. Я вот не могу поехать в Диснейленд просто так. Я не могу выйти просто пройтись по улице. Там толпа людей, и все заставлено машинами. Я создаю свой мир за этими воротами. Значит, сначала, да, вот я читаю текст, вот, и выделяю, получается, цветом то, что мне показалось важным. Вот. То есть на интуитивном уровне, да, то, что вот меня в тексте окажется важным, да, вот то, что сказал собеседник. Вот, потом я формирую коды здесь. Значит, что я делаю? Вот эти вот выделенные цветом слова бы создать все, чего у меня не было в детстве. И я здесь думаю, что это такое? Вот. Чувство обездоленности, да. Все время переезжал, нету чувства дома. Компенсировал ничего не было в детстве. Замещение упущенных возможностей. Вот. Это можно и по-другому интерпретировать, да. То есть, может быть, можно со мной здесь поспорить, может быть, это не всегда удачные формулировки, да, вот на уровне осмысления. Может быть, это можно по-другому. Но здесь как бы количество переходит в качество, да, потому что вот таких кодов и у вас будет очень много. Там, допустим, у вас одно интервью дает, там, 50-70 кодов, да, которые выстраиваются, выстраиваются, собственно говоря, уже в категории. Я создаю свой мир за этими воротами. Чувство, да, нарастающего одиночества. То есть, вот эти коды, потом я, из них зарождаются категории. Лишенное детство, быть знаменитостью, да, вот, как чувство знаменитости, да, синдром знаменитости, нарастающее одиночество. Вот. То есть, собственно говоря, вот эти категории, это как подтемы в контент-анализе. Потом, соответственно, они уже вот подтемы, да, они потом при обсуждении с коллегами при дальнейшем анализе они формируют уже темы. Вот эти появляющиеся категории, они будут формировать ваш дальнейший сбор данных. После каждого интервью хорошо садиться, да, его, то есть, сначала записать это интервью. Вот. Есть сейчас быстрая программа расшифровки, то есть, вам не обязательно отдавать или самому делать расшифровку. Вот. Можно пробовать, если хорошее качество записи, можно с помощью Google Voice, да, вот, или других программ делать запись, потом немножко редактируешь, и вот готовый текст. То есть, в принципе, после интервью можно там на следующий день уже иметь готовую расшифровку и анализировать ее, да, и следующее интервью делать уже после того, как ты провел анализ. Да, это будет более эффективное поле, чем если ты, например, приехал... Почему, собственно говоря, антропологи приезжают не на две недели проводить поле, да, а живут... Ну, кроме того, что это включенное наблюдение, да, нужно время для того, что ты провел интервью, ты обработал его, да, и ты следующее интервью проводишь там через пять дней, например, вот. И за это время успел обдумать, подкорректировать список вопросов в своем гайде. То есть, в принципе, хорошее поле не делается за две недели, да, и хорошее поле делается несколько месяцев. И сколько интервью проводить для хорошего поля, это вопрос, который не имеет ответа, пока не будет насыщения. Это очень важно. Да, ну вот есть такое немножко... Я честно не могу сказать, что я вот настолько формализую, когда сам, да, вот использую обоснованную теорию, но тем не менее, вот, например, у нас есть, можно, есть люди, которые так делают, есть категория, да, знаменитости. Мы, да, пытаемся ей нарастить свойства, богатый, бедный, любимый публикой, забытый, да, вот, например. Это некий концептуальный аппарат, который может нам тоже помогать здесь. но, как правило, это интуитивно само происходит. Да, как определяются темы, собственно говоря, когда мы выходим на темы, да, это некие наши... Это наши некие конечные продукты в нашем исследовании, да, которые формируют блоки нашей статьи уже. То есть тема, да, это некий блок описательный в статье уже, да, вот, но я, чтобы проще было, так схожу. Вот. Они, это абстрактные категории, да, то есть уже осмысленные, бывают очень широкие, бывают очень конкретные в зависимости от цели нашего исследования, там, да, это больше описательное исследование или больше, там, анализ стратегии, да, или интерпретация самих участников. Темы, они могут быть взяты из предыдущей теории, да, и проверяться нами, но чаще мы их формируем в ходе исследования. Значит, да, и мы ищем повторение. Чем больше встречается такая категория, тем больше вероятность, что это и есть тема, что она ее сформирует. Значит, какие существуют техники обработки данных? Наверное, это тот изначальный запрос, с которым ко мне обратились. Вот. У меня, у меня нету сейчас времени, чтобы показать программы, которые удобно использовать для кодирования. Вот. Я большую часть своих исследовательских лет, да, вот использовал Excel. И сейчас его часто использую, потому что это быстро, удобно, это бесплатно. Вот. Есть программа MindMap, которая помогает немножко лучше визуализировать, связь между темами, под темами, вот, и кодами. Ну и, собственно говоря, существуют программы для кодирования, они, если вам будет интересно, я вам могу прислать ссылки. Вот. Вот, например, в MindMap вот такие делать упражнения, да, визуализации. Вот коды, да, и вот категория, категория под тема. Вот. потом они образуют темы. Вот примерно так это выглядит. Ну, MindMap, да, это наша ментальная, карта, концептуальная. Значит, мы можем в конце уже использовать это для того, для проверки еще раз, как бы себя. мы пишем центральную тему, да, на пустом листе или вот в этой программке, описываем, из каких она формируется категории, вот, и связанные с ними коды, списочками, такими списочками, как раз, как на предыдущем слайде. Вот, это все можно нарисовать на листе бумаги в процессе, например. Вот, это может быть быстрее, ну, иногда, как если брейнсторминг идет. Так, значит, вот, собственно говоря, то, что я хотел на таком очень обзорном уровне, да, вам рассказать про качественное исследование, вот, это очень краткий рассказ, очень поверхностный, но дает такое вот структурированное представление об этапах, да, и о двух подходах к анализу данных, вот, это Grounded Theory, да, и Content Analyze. и, наверное, я сейчас остановлюсь для уточняющих вопросов, вот, я смотрю, у меня еще есть время, чтобы рассказать про мое исследование, да, то есть проиллюстрировать, собственно говоря, к чему я пришел в моем исследовании. Вот. Даниил, а можно сразу вопрос вам задать по первой части? Теоретически. Да, 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 я как раз этого и предложил. Я тогда на правах модератора позволю себе задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эти методы качественных исследований, они применимы только к интервью или их можно применять также и, например, к визуальным источникам, к каким-то записям программ, передач, к текстам? И в чем тогда будет как бы достоинство этих исследований, именно качественного контент-анализа относительно этих источников? То есть первый вопрос, только ли интервью мы исследуем? И второй, в чем преимущество качественного исследования, качественных методов обработки результата исследования? Да, я на первый вопрос смогу легко ответить, да, то есть те методы, которые я сейчас представил, это в первую очередь методы анализа текстовой информации, то есть это анализ интервью, это анализ фокус-групп, и при таком подходе этнографические наблюдения, то есть те заметки, которые мы, что мы имеем на выходе, мы имеем заметки в журнале, в дневнике, визуальную информацию, может быть даже видео иногда, если это разрешено, это является подкрепляющей информацией, то есть в основе у нас все-таки идет текстовый анализ, вот, это, собственно говоря, да, вот то, что тот продукт, который я в исследованиях своих имею, безусловно, есть методы там визуальной антропологии, да, который имеет свой инструментарий, да, он несколько отличается, но я про него сейчас не рассказывал, да, и я им не владею, да, то есть я владею вот этими методами текстовыми, да, в контексте которых есть еще включенное наблюдение, записи, они дополняют, они помогают формировать в конечном счете темы, и на самом деле гипотеза, потому что, да, без этого мы не компьютеры, мы все равно формируем некие гипотезы, даже в процессе иногда интервью, да, и какие-то наблюдения нам помогают их подтверждать или опровергать, вот. Да, и второй вопрос, насколько можно доверять этой информации, да, вот можете уточнить? Да, скорее в другом, вот есть контент-анализ количественный, когда мы берем текст, и считаем, сколько слов там встречается в этом фрагменте, например, если у нас текст, мы хотим применить качественный контент-анализ, вот что он нам должен показать? Мы можем применить качественный контент-анализ к тексту, и что вот будет в итоге? Да, в качественных исследованиях контент-анализ, это скорее характеризует метод обработки данных, это мы здесь не ищем, да, вот встречаемость, там, частоту встречаемости слова, например, да, это некий, это описывает процесс анализа данных, то есть вот поэтапный процесс, вот, от слов с сжатым единицам, вот, потом мы формируем коды, которые формируют подтемы и темы, да, то есть вот некий путь такой, ну, похожий процесс происходит, может быть, ну, просто с, может быть, большим, с большей экономией усилий и времени в восходящей теории, да, вот, grounded theory, вот, но в любом случае это контент-анализ, да, это формализация процесса, да, вчитывания в текст и поиска смыслов интерпретации, вот, поэтому, поэтому от того, насколько можно доверять, да, добросовестность, да, вот анализа текста, во-первых, а во-вторых, включенность в профессиональное обсуждение, то есть, ну, это называется триангуляция данных, когда ты обсуждаешь с исследователями, сравниваешь с другими исследованиями, вот, то есть, ты проверяешь, насколько, то, к чему пришел, не ушел ли ты в какие-то дебри, да, и, может быть, на самом деле, ты оторвался, вот, то есть, наверное, в комплексе, в качественных исследованиях, вот это является методом верификации. Спасибо большое, у нас, кстати, предполагаются мозговые штурмы, где мы будем все вместе обсуждать поочередно на каждый из проектов, ребят, и поэтому, вот, нам это, конечно, очень полезно услышать, что обязательно нужно это делать, в одиночку ничего не получится. Спасибо. Очень важно, да, очень важно и в процессе, то есть, между интервью, тоже обсуждать получаемые результаты, это действительно такая, это лесенка. Спасибо. Есть ли у участников нашего сегодняшнего мероприятия вопросы к лектору?